Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 907. События дня. Калосинам 3.23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия у Бога. Ну что сказать, 10 июня, это день моего рождения. Я в прошлом году весь год долбил всем, кто день рождения посылал, что справлять никак не надо, только молитвы или там причастием, милостыней, добрыми делами, а не то, что там подарки. Ну и правда, вчера днем 3 человека только поздравили, а в прошлом году 300, 100 раз меньше. Это мой труд отобразился. Но ночью сегодня встал, вчера тут гроза была, сверкала, электричество отключили, до полночи не было. Я так включенным оставил, если загорится. Ну и в 2 часа еще не было, кажется, и загорелся свет. Ну и стал тут тогда обрабатывать материалы. А поздравительный столько зашло за день. Ну-ой-ой, а что день? Богослужение. Потом пришли ребята и говорят, в воскресенье на лодках-то можно кататься? Можно. Володя опять проборил лодку и там поплыли. Тоже засняли. А потом сейчас дня начались занятия, по слову Божию. Приехал какой-то человек неизвестный. Нашу Валентину только знает он, я его не знаю. Знакомый, общинга. Это я племянник его, Федора Домникова. Его уже нет в живых. Ну а потом-то еще уже обыкновенно, то дождя ждешь. Полезли голубям. От них висит веревочка, откуда она взялась. Теперь я догадываюсь, видимо, он ее увидел в голуби, вместо соломинки занес. Я говорю Марине, тени занес, чтобы убрать, не запутались. Она потянула там гнездо, и гнездо выпало, и 2 голубенка разбились сразу. Они маленькие слепые. Рахиль пишет. Ну вот, наконец-то, ваша книга ко мне вернулась. Батюшки не было. Я спросил у матушки. Говорит, батюшка и мне предлагал почитать. Но я с детьми никак. Но просмотрела. Там же фотографий много. Матушка принесла славу Христу. То есть, приехала священнику, дала книгу к истинному православию, и возвратить не может никак. Андрей Ложкин. Мир вам, Игнатий Тихонович. И Божие благословение. Желаю вам много лета, огненного жара в духовной войне. Я молюсь за вас, как за духовного отца. Бог вам в помощь. Военный. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Сердечный. От всей души поздравляю вас с личным новолетием. Да будет также благословенные дни вашей жизни освящены светом Святого Евангелия и освящены Духом Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Храни вас Бог. Крепко молитвенно обнимаю, троекратно целую. Наталья Усата. Мир вашему дому, отец Игнатий. Желаю вам много лета и достичь царствия Божия. Спаси Христос всеобщенную, и чтобы Господь послал вам еще души, которые жаждут спастись. Поклон вам за ваши труды и бодрствования. Мой любимый отец Игнатий. Сергей Игнатов. Дорогой мой духовный отец Игнатий Тихонович, прими мои искренние поздравления с днем рождения. Через тебя множество людей пришло к православной вере, неповрежденной еретиками. Захранить тебя и ближних Господь. Аминь. Игнатов Сергей. Примещание. Сегодня, 10 июня, Постоятель свято-тихоновского прихода в городе Угледаре Донецкой епархии, Протеерей Николай Шипилов, Которого я недостойно и уличевал не нарушать каноны Вселенских и Поместных Соборов Православной Церкви, заявил, что не допускает меня к исповеди, веропомазанию, целованию креста, так как он наложил на меня эпидемию за то, что я перекрестился, будучи крещеным. Крещеным. Не погружение ничего, совершенно католичное. Истины, как огня боятся. Ну, враги просто. Разрешение на снятие эпидемии, сказал он, я должен получить у владыки Донецкого и Мариупольского и Лариона. Да ну, ничего не значит, не надо ничего и получать. Против Шестого Вселенского Собора, 84-го правила, говорит священник, не был погружения, нет свидетельства. А так хорошо, раз, ладошкой мокрой, платить денежки. Не готовить ничего не надо. Разбойники. Пираты захватили корабль. До этого у меня с отцом Николаем был короткий разговор по поводу его заявления в храме, что крестить можно не только мочением, но и песком. Песочные какие. Как это прилипло к ним. Не досказывает до конца духовный лук. А так вот верят в это песок. Ну и что же дальше-то? Тогда я ему сказал, что ни я, ни мой младший сын Сергей были не крещенными, а мощенными. По поводу крещения и пятими на меня я подготовил два вида ролика. Один после вечернего богослужения в субботу 9-го, другой после воскресной службы 10-го июня. 2018-го года. Первый я публиковал в Фейсбуке. Ну и еще. Второй тоже скоро выпущу в интернете. Игнатий Тихонович, все это по воле Господа Иисуса Христа. Очевидно, лютым волкам очень хотелось бы, чтобы я покаялся в своем поступке, а они продолжали бы дальше попирать канонной святой Единой Соборной Апостольской Церкви. Вот так. Я отвечаю. Подобное безумство с отлучениями за истинное крещение были не раз, но всегда оканчивалось одним и тем же. Люди или уходили вообще из православия, или попы пятились и снимали свои разрушительные утверждения и развращения народа. Вот как. Дмитрий, я скрываю фамилии, потому что недороги нападают, больше ничем не занимаются, и начинают их долбить, собирают в интернете всякую грязь, ложь стопроцентную, и отвратить, чтобы со мной они не были. Это для них живительная подпитка. А зачем они делают? Синдром падшего демона. Зачем он сам пал? Зачем других соблазняют? Это тоже. Люди как демоны превращаются, ничем не занимаются, за мной рыщут. Я фамилии все указывал, они их буквально заливают мерзостью. Дмитрий. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Помогите найти, пожалуйста, стих. Помните, вы говорили в видео, что благодать переходит от большего к меньшему, но никак не наоборот. Меньше не может только положить большего. Помогите найти, пожалуйста, этот стих, отвечая евреям 7-7. Без всякого же прикословия, меньшие благословляются большим. Тут не надо спорить, всякое прикословие уходит. Валентина Сортисон. Дорогой наш брат во Христе, наставник и учитель. Мы с Катей, с дочкой, поздравляем вас с днем рождения и приносим благодарение Богу за то, что Он подарил вас миру и даровал нам встречу с вами. Вы дали нам направление и указали нам столь необходимый в главный путь в жизни, путь ко Христу. Молимся о вашем здравии и даровании долгих лет жизни для пользы многих, приходящих к вам через Слово Божие. Многое благая вам лета. Борис. Это, видимо, дважды будет. Я могу оставить его. Владимир Га. Вы мой духовный отец. Главное, заставляю я его. Зазомбировал. Не выдержали паврославный. Игнатий Тихонович, дорогой, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам всего самого хорошего, желательно от Иисуса Христа, Спасителя нашего. И ходатай перед Богом, Отцом нашим. Аминь. Наташа. Многое лето, многое лето, многое лето. Сил вам, чтобы мы побольше от вас слышали наставлений, проповедей, Смиренно-мудрее и хороших. Так, хорошо тут. Мы смотрим ваш канал по мере возможностей. Очень вдохновляет. Елена. С днем рождения вас, Игнатий Тихонович, ангелу-хранителю чести и радости. Вам всякого добра. От Господа и спасения во Христе Иисусе с любовью и уважением. Елена. Ольга Симоненко. Игнатий Тихонович, мир вам! С днем ангела! Многие лето! Храни Господь, Матерь Божия! Вера Митрохина, мир всем! Я тоже хочу присоединиться к поздравлениям. Многое и благая лета вам, Игнатий Тихонович. Спаси вас, Христос! Анастасия Дробот, многое лето. У ней двое ребятишек сейчас здесь. У нее старый Фроси. Елена Фауэр. Мир вам, Игнатий Тихонович! Поздравляю вас с днем рождения! Не болейте! Многое лето! Ну, что болеть это тут? Ногу проткнул, шел босиком, спрыгнул. Прям на корешок. Наступить нельзя. И обгорел, потный сильно был. И все лицо спухло. Какие-то мошки укусит. И кровь запекается. Ну, вот говорят только так. Что действительно в этом. И все лицо опухло. Нос опух. И все покраснело. Ну, какая-то болезнь, не болезнь. Дальше Борис пишет. Уважаемый Игнатий Тихонович, поздравляю вас с днем прихода вашей души в этот мир. Желаю вам здоровья, терпения, сохранения в сердце кротости и милосердия к вашим духовным чадам. Пусть не оставляет вас свет Божий. Пусть верой будет наполнено ваше сердце. С уважением. К вам МБС. Ну, дальше Наталья Усатая пишет в своем месте здесь. Ну, и далее. Хорошая пропотья терпения. Ститут Иоанн Златоуст. Наталья Усатая. Сергей Пупков. Посвящается Игнатию Лапкину. Возлюбленный Господи наш брат, наставник, друг, как бы Христа апостол. Духовной пищей стол ваш так богат, как сладко звонание Библии, уразумеем после. Печать апостольства мы в Господе. Пусть гроб. Христос воскресли, с ним мы все воскресли. О, Боже, сохрани нас от земных забот. Дай помышлять о горнем, о небесном. Все временно Господь вас призовет. Идите с миром, свет ваш остается. Открытым оком через Библию смотреть. Вы научили нас. Овечка не споткнется. Не ради тех, кто гибнет в темноте, прибудьте с нами, может, кто проснется. Христос воскрес, воскликнем в простоте. Да, Божий, Дух Божий через вас пусть и других коснется. Благодарные слушатели 29 апреля АГТУ. Многое лето, Игнатий Тихонович. Виталий Калиников. Аллилуйя, аминь. Елена Павор. Сегодня, когда хотел написать Игнатию Тихоновичу, смотрю, а написала Ангел Тихонович. Надо же. Виктор Савченко. Многое лето. Да благословит Господь, Раба Божий, Игнатий. Игнатий Тихонович, поздравляю вас. Желаю вам еще многих лет жизни и угождения Господу. Святой Иоанн в Хронштадтке тут. Простор на воле Божией. Виктор Савченко. Занятие по изучению. Вот, читайте, смотрите. Дальше многое я скопировал монашести. Так, что тут о монашестве. Все это необходимо проходить. Вот это вот просто считать. О монашестве. Это у меня такие ролики стоят. Неопровержимые. Согласно жития святых, Слово Божие. Просто тормозните страницу и считайте дальше. Это монашество. 25 роликов показываю. Татьяна, Игнатий Тихонович, с днем рождения вас. Дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни. Александр Андрусенко. Игнатий Тихонович, поздравляю вас с днем рождения. Хочу вам пожелать в отведенное Господом время не терять, но умножать плоды на Божьей Ниве. Спаси Христос, Александр. Наталья Иванович, мир вам, дорогой наш духовный отец Игнатий Тихонович. Не перестаем благодарить Господа и восхищаться его промостом и любовью к нам. Смиренно молим нашего Спасителя, чтобы даровал вам, Игнатий Тихонович, крепости сил и пролил вашу жизнь для трудов. О, Господи, дабы и мы, бестолковые, через вас обрели, укрепились, научились нашей православной вере, любить нашего Искупителя Христа, как вы, брать с вас живой пример трудолюбия и самоотверженности. Желаем радости в Господе, добрых помощников, молитвенных всегда с вами, любим, благодарим и крепко обнимаем. Слава Христу! Поклон Надежде Васильевне и брату Владимиру. И вот еще Владимир пишет. Считайте внимательно. Александр, с днем рождения, Божьей помощи на долгие лета. Владимир, и считайте. Владимир Галиндуйхин. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. Долгая и благая лета. С Божьего благословения вам в ваших трудах Божьего. С нетерпением ждем встречи с вами в Потеряевке. Мы приедем к вам 4 июля на московском поезде в Корченов 6.11. По вашему местному времени. Нас будет четверо. Я, Ольга, Лева и Тимофей. Спасибо, Христос. Сергей парализованный. Игнатий Тихонович. Вот и финиш непрямая. Иногда второе дыхание открывается на второй половине дистанции. Иногда к моменту финиша. Держитесь. Осталось немного. Ну вот так. Может быть, день не проживешь. Сергей Горохов. Вот тоже посчитайте, что он пишет. Посчитали. Дальше идем. Затормозить я один здесь. Считать тяжело мне. Екатерина, мир. Христос, посиди нас. Дорогой Игнатий Тихонович. С его сердца поздравляем вас с днем рождения. Многое-многое вам лето. Мы вас любим и ценим. Живите долго. Вы нам очень нужны. Смотрим вашим ролик и трудимся над собой. Ну, когда поезд приходит. Наталья Бронина. Баронина. Ну, вот так. Не очень-то тут разгонишься сейчас. На наших ресурсах все хорошо. Теперь там сильно большая прорва на Рыжковском пруду. Это северный. Не знаю, Игорь, трактор, бульдозер не работает. Сумеем или нет что-то сделать. Никаких других событий вроде бы нет. С Богом.